привет ребятки ну что сегодня очередной день закупочек у нас работаем с населением сегодня 5 или 6 адресов у нас по сути дела и будем надеяться на то что попадется что-то интересное и мы сможем заработать на этом денег как то так ну а мы начинаем встретимся на адресе собственно говоря будет возможность снять обязательно все покажу от вас конечно мы ждем всегда всегда напомню лайк подписочку на канал и обязательно оставляйте свои комментарии что вы думаете по поводу нашей деятельности ну как то так все вы полетели так приехали на адрес сейчас дедушка позвонил какие-то иконы не знаю честно говоря я не сильно в восторге давайте сюда мы давайте проходит то я открою двери просто это свадебная да а свадебные ну и не может быть больше 100 год потому что типографская открытка это не потихоньку иконы мы не берем такие иконы это называется свадебные иконы которые там молодым на свадьбу держит они ну они первых не продаются просто вы их лучше в церковь это тоже ничего не стоит оно поломано и он болтается там все так что к сожалению ничего мы не возьмем ну так вот больше 100 год календарики вставлены ну так ничего страшного ну так зато больше 100 год акуней включают таких как будто ну типа не видно что типографская свежая печать ну никак не сайт даже не советских времен ну именно блин аж порой смешно бывают взрослые мужики такую ерунду ну типа вот явно вообще никакого отношения к этому не имел я бы четко понимал что это ну что этим иконом ну явно блин 20 лет от роду там может ну в 90-х их приводили в порядок в общем больше 100 водка же ну это ой господи господи я не могу блин они или но настолько тупые или настолько наглые не понимаю я сразу вспоминаю этого деда с этой картина маслом утро в испании да или как он там называется этот боже боже и вот так вот за целый день съездишь вот вам пожалуйста второй адрес и второй адрес ну тупо фонарь туда приехал два чайника фарфоровых вынесла говорит ну хочу 500 гривен я в шоке я за ней даже при всем большом желании за такие деньги не продам чертишой сбоку бантик как говорится но это излишки работы поэтому будем принимать это как как реалии сегодняшнего дня поэтому много придется поездить и без так сказать без интереса это и 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 Он рабочий? А у вас оно лежит без дела, да, поэтому если вдруг что попадется, набирайте. В любое время я на связи, сюда подъеду и там все решим. Все, спасибо вам большое, набирайте. Сегодня одна закупка, пока мы успешная, успешная одна, ну и то, так чтобы сильно успешная, то нет. Магнитофон этот продадим, а то на платы пойдет. Маяки пойдут на платы. Правильно, коллега? А этот надо проверить, надо фишку под него найти. Там морда под диск, а это под кассет, это кассет. Не, ну что, морду тоже можно продать еще. Ну, морду, там, по-моему, 7. Так, вот такие часики взял, только что на одном адресе. Вроде неплохие, позолота, рекорд сделаны в России. И противоударные, вроде бы, ушечка. Как-то так. Подъездный подъезд. Какой этаж? Пятый этаж. Вот. И я не помню даже, когда он последний раз ломался, е-мое. Ну, закон подлости, я говорю. Еще страшно. Он всегда в силе. Тут, я говорю, кошмарней, что я крущал бы. Ну, шоу есть, они везде такие шоу. Надо брать инициативу в свою руку. Я хочу вам говорю, пока я не займусь этим еду, 108 квартир. Все, вроде бы, не здесь шоу. Так, я так понимаю, это вы подготовили уже все, да? Да. Можно присесть, посмотреть. Вы знаете, как потихоньку заполняются, как говорится, все углы. Так, дальше, это вот так, открытки. Да, вот. Вот смотрите, вы спросили за вот эти вот оловянные солдатики. Вот у меня даже такой набор есть. Я вижу, вижу. Шикарный. Вот, посмотри. Чуть-чуть как бы... Чуть-чуть не то, вы сказали вчера вот за вот эти. Я так понимаю, вы вот за эти сказали. Нет, не за эти. Это не открытки. Это тоже вывески из каких-то этих. Это, да, это альбомы, но это вот, да. Сейчас я посмотрю. А, вот открытки, я всякие-всякие, какие там у меня советские. Все правильно, все правильно. Подписанных нету. Подписанные я оставила. Это чисто, чисто, я как говорится. Выбрала. Вот, слонико давайте внизу. Нет, слонико вот сюда. А сюда вот этот вот стаканчик. Даже не стаканчик. А вот это какие-то пиролинки, извините, болтались в коробке. Я не знаю, от чего они будут. Или от пылесоса, или от чего-то. Ай, брудочек, ради бога. Вот так, чтобы я такая, достаточно, несмотря на свое творчество, я достаточно педан. И упаковывала всегда. Терпеть мало, когда баба идет, держит в руках десяток сумок. В каждой сумке по одной бумажке. Есть такое. Я все упаковывала всегда, чтобы нигде ничего не... Ну, то есть максимально, чтобы все в одной сумке. Так, это, смотрите, банки мы не будем брать, потому что... Я на всякий случай просто достала, это такое дело. Очень это, неудобно с ним. Да вот это бросьте тоже мало ли куда-нибудь в аппаратуру, чтобы... Так, у нас получается 100, 200, 300, 450 гривен. Инструменты вот эти вот. Да, 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 я все же делаю. А что, это вы видеозапись делаете? Да, я всегда записываю, потому что... Бывают такие случаи, когда... Ну, раз, знаете, а вот вы это, а вот вы это. Я для себя так спокойнее. Вы мне не дали, вы не додали. Сдачи не надо, мы округляем до 500. Так будет, я думаю, справедливо. Такс, такс, такс. Все, тогда вроде все у нас. Поедем мы дальше, бо людей. Ну, в общем, вот я говорю, это я уже... Я говорю, я просто выложила все, что вчера вот это вот надыбал. Вы что-то найдете еще, вы слаживайте, мы попозже приедем еще. Так, давайте, у меня, у меня на имена тупизм. Дмитрий, Дмитрий. А, думаю, да, по-моему, Дмитрий. Да, Дмитрий. В случае чего, говорится, а потом его, говорится. Да, вы, если что, набирайте, вдруг там что-то еще попадется вам, от чего избавиться хотите. Набирайте, мы подъедем, посмотрим. Если договоримся, то мы заберем. Так, и можете посмотреть мои работы. Это все мои работы. Вот начинаю. Вот это все ваши? Это все мои работы. Вот это первое, что я зарисовал, это потому что стекло, ванная. Убежать шторку, вы же понимаете. Ну да. Вот это первое, что я зарисовал. Вот это тоже, это все, все, все мои работы. Уникально. Я много работал на подулаковой росписи. А, еще вот. Ого. Ух, у вас тут красотища. Еще пылесос. Так, пылесос еще, да? Пылесос, пылесос, пылесос. Сейчас тогда. Это самое, со всеми делами там. Ну, давайте еще гривень 50 вам дам за пылесос. Чтобы его уже нафиг. Потому что, ну, я купила, просто уже вот коробка. А у вас будет 150 гривен сдача мне? Сомневаюсь я. Нет, у меня, в принципе, будет, только у меня крупные, я помню. А, есть. Есть, 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 150, да. Так, 50. Ага, я даже вот так. Сейчас тут, нет, вот так вот я вам дал. Так, вот 200. У меня просто тут магнитофон стоял. Сейчас тогда поднимется мой помощник. Коля заберет пылесос, а я ту коробку. Ну, у вас, конечно, красивая, красивейшая картинка. Это все мои работы. То, что уцелело, как говорится, мои работы вообще-то по всему миру. Вообще неимоверная красота. Без скромности. Именно по всему миру. Неимоверно красиво. Греция, Венесурия. А как называется эта работа вообще? Она же прям рельефная такая. Это моя техника фирменная, что называется. Моя любимая техника. Ей можно работать, как вот эту вот работу я, Чигем. Она изначально была осень. Да? Потому что мы приехали в Чигем осенью. Мы там работали осень-зиму. Ну, это темпера. Темпера, но я еще делаю специальную грунтовку. Очень круто. Чтобы вот так вот бывают такие объемные. Бывают прямо я так делаю совсем рельефные. Я прям такого не видел никогда. Мне интересно работать в разных техниках, понимаете? А вы случайно реставрацией не занимаетесь? Ну, было маленько. Я вот подрабатывала в этом храмовом комплексе на строителей. Вот этот большой. Ну, я им там парочку икон. Реставрировали, да? Реставрировала. Просто у меня тоже как бы бывают такие моменты под реставрацию какие-то там и картины. Ну, это я делаю скорее. Чисто я даже не просто реставрировала, а скорее я очищала. Я понял. Я очистила. Потому что как-то я вот именно вот храмовым это вот. Это вот такого размера здоровенная была. Но она была, ее почти не видно было, что там. Что там. Что лежа копченая там, все. Я ее вычистила. Очень красиво. Очень. Вот это вот я говорю, это мои работы. Все мои работы. Вот это все, 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 все. Я чужих работ, вот единственное вот это чужая работа, ну, потому что это мне художница интересная. Это, по-моему, со Львова художница, если я не ошибаюсь. Ну, как ее, блин. Вот русская драма, последняя моя работа в власти Украины работала. Потом вот у Митницкого. А был у меня период безработицы. Вот я, собственно, жила своим творчеством. Все, что, как говорится, делала. Смотрите, я вот сейчас зафиксирую это на видео. Я людям, которые, ну, могут увидеть, заинтересуются. И мы тогда будем с вами. На заказ много я делала. Мне заказывали. Я вот это был период у меня. Я на Андреевске выходил. Но на Андреевске это я называла выйти на панель. Потому что там очень специфический спрос. А там береста у меня шла. Потому что иностранцы, береста не идет, идет как сувенир. Она не облагается. Не облагается, то есть как антикваряр. Вот они бересту. Вот у меня то, что уцелело от заготовки. Вот уже сделанные береста. А так вот вынесу. Вот бересты что-то, что-нибудь. Вот это вообще классно. Ну, вот это вот уже, да. Я люблю на кусках работать. Кстати, вот такого бересты тоже в Киеве никто никогда не делал. Ну, вот это уникальная работа. Видите, вот куски делаю. Вот это вот заготовки. Очень красиво. Посмотрите, вот береста. Чуть-чуть подделана. Просто сам красивый кусок сам по себе. Лошадей добавили вроде, да, и уже композиция. Вот у меня тоже есть вот заготовки, бересты, вот зрею. Не, вот это круто. Вот это очень круто. Я думаю, что люди отзовутся. Я люблю разные техники. Вот на бархате. Случился бархат. Вот рамку купила. Совершенно дурацкая рамка, леповатая. Я могу вам рамки привозить бесплатно, если хотите. У меня часто проскакивает. Вот эти вот все рамки я сама делала тоже. Пилила. У меня это рамочная палата. У меня часто рамки проскакивают, поэтому я могу вам собирать. Сейчас просто, я говорю, наступили совершенно мерзкие времена. Нет ни иностранцев, ни денег, ни у кого. То есть у людей, которые, короче, к искусству душа лежит, они же все нищие. Да, сейчас денег нет у людей. Это же, я говорю, я просто знаю, у кого много бабок, они воспринимают только вот эти компьютерные, дурацкие, мертвые картины. Я вам скажу, что есть еще люди. У меня, я занимаюсь как бы барахолкой уже 7 лет. У меня на ютубе есть свой канал, где я показываю свою деятельность, как я покупаю, как я продаю, как я торгую. Ну, в общем, всю свою деятельность. И у меня много, ну, как бы людей еще немного, но, скажем так, есть там тысячи две человек, которые регулярно меня смотрят. Регулярно. Каждый мой выпуск. Есть с Америки люди, есть с Латвией, есть с Германией, есть с Голландией. И я думаю, что вот это кого-то заинтересует. Вот я говорю, у меня даже были, вот с Андреевского у меня возникали клиенты, что я, они мне уже заказывали. Даже у меня одна клиентка была, что она мне довольно много, она как раз купила там, из первых, как говорится, купила квартиру, сделала там типа евроремонт. И вот она уже под эту мебель, под эти обои, заказывала у вас, заказывала картины. Более того, я пришла, то есть я определила, какой техникой я буду делать, а у нее как раз пошла пастель. Вплоть до того, что я сделала эти картины и сама их развесила. Развесила, где нужно. Буквально, как говорится, туда-сюда. Под рисунок обоев, да, грубо говоря. Нет, 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 освещение. Не, ну я понял, да. То есть даже до того, как говорится. Вот я говорю, я в самых разных, вот, кстати, узнаете, вазочку. А, это она же, да? Точно. Ее я сама тоже делаю. Это графика, да, называется, насколько я понимаю? Да, это тушь, перо. Тушь, перо. Вот это благовещение. Тоже. Очень круто. На самом деле я просто восхищен. Вот на самом деле очень сильно восхищен. Видите, вот я говорю, я люблю парочку картин есть, которые, в принципе, я не продаю. Нет, это уже там по факту вы уже будете. Это святое. Вот это, вот это, вот это. Это просто картины, связанные с жизнью. С отрезком вашей жизни, да. А есть, и повторить я не смогу. А есть, допустим, как мне вот это вот. У меня эту работу, не эту, а, ну... Такую же. Ее, что называется. Сразу не заплатили, очень хорошо. Я быстренько за несколько дней сделала копию. То есть я даже делала вот так вот, допустим. Ну, какой-то... А, вот, например, вот ту вот. Вот это вот Магомаевская, может быть, вспомните песня. О море, море, преданном скалам ты ненадолго подаришь прибой. К сожалению, не знаю эту песню. Знаете, там еще это в свое время была знаменитейшая такая очень песня. Вот я сделала вот эту вот картинку. И один товарищ, как прицепился, то есть он ее из рук уже выпустить не хотел. Я его еле умолила, что я сделаю абсолютно точную копию. Авторская абсолютно более графика. Сделала даже я, как говорится, вроде типа... Неразличие. Он все равно угадал. Энергетика, видно, другая. Но он... Копию я сделала. Вот графические я могу сделать. Не, отлично, отлично. Я думаю, что однозначно мы... Если вы готовы, как бы, что-то делать, то... У меня много таких работ. Я говорю, даже это я в фонде художественном в свое время работал. У меня была огромная мастерская. Я керамику вообще пообразовала. Вы... Вот помню вот этот. Мне просто принесли кусок глины. Мужички какие-то. Вот мы рыли колодец. Вот какая-то там интересная глина. Обожги ее, посмотри, что за глина. А чего это мне передают? Это вот второй телефон. Сообщение какое-то. Да. Да, уникальные работы, конечно, вообще классные. Я прям... Рад, что попал. Я прям никогда вообще не видел. То есть мне просто кусок глины обжечь было неинтересно. Вот я сделала вот этого Наполеончика. А это я... Формы я недавно выкинула. Это вот я делала тоже вот. Сама лепила эти формы. Вот у меня вот это. И довольно вот это вот. Две формы у меня вот. Ага. Ну это очень красиво. Прям очень. Мотанки вам не нужны? Мотанки. Вот это мотанка. А, еще куклу. Какая кукла? Фамильная, именная, творческая, авторская. Даже вот с этой штучкой. Ну, это такое дело. Можете просто, как говорится, ее запомнить. Это интересная работа. Ну, да, неплохая. Я просто кукол сама не делаю. У меня что-то вот... Не лежит душа. Я их боюсь делать. Я их боюсь. Чего? У меня даже как-то вот этот магазин кукол на Андреевском, она мне там даже дала материал, там какой-то пластикат такой, что делать. Нет. У меня какая-то мистика, мистическое отношение к куклам. А эту куклу мне, ну, знакомая, что называется. Художница тоже? Ну, да. Она сама их делает, да? Нет. Это вот, вот, автор. Это ей в свое время просто тут, она, как говорится, мне в знак признательности эту куклу подарила. Не, ну, подарок пусть будет на память. Ну, она вот, думаю, мало ли, как говорится, был разговор о куклах. Вот это вот... Не, мы ее возьмем, но просто я недорого, я там гривень 50 могу за нее предложить, не больше. Просто она... Если можете, можете сразу забрать. А, так давайте. Она не тут мешает. У меня там кувшин стоял. Не, не проблема. Держите. У меня тут кувшин стоял. Она мне даром досталась, поэтому... Ну, вот так, видите. Она очень интересная кукла. Я потом уже... Не видно, что она непростая. Да, да, да. И вот она с... Так, хорошо. Я, в общем, вас понял. А, вот это инструменты. Да, это я сейчас заберу, этот ящик. А сейчас Коля поднимется, заберет пылесос. А, это можно будет с пылесосом ловить. Да не, я это заберу. Я это сейчас подруху. Еще, говорю, блин, лифт сломался. Ничего страшного. Так, в общем, все. Я тогда побежал, мы на связи. В общем, вы тогда знаете. Вот я говорю, в разных техниках, видите, вот это вот с натурой... Это тоже ваша работа? Обязательно. Класс вообще. Загрязнилась, закоптилась. Очень классно. Это в свое время, это я в салон сдавала все у меня. Я же в фонде, когда работала. Вот это вот кувшин, кстати, с доменитой Ольги Рапай. Она очень ко мне подлизывалась в свое время. В мою мастерскую. Да, вы что? У меня остался ее вот этот вот кувшин. В ее стиле, так что это тоже... Так, ну, в общем, все. Мы тогда на связи. Если вдруг... Если у вас что-то выплывет, как говорится... Я думаю, что мы... У вас телефон мой есть? Все. Вы меня периодически набирайте. Периодически. Просто пообщаться. Наберите. Как дела? Тогда-сюда. И я вам буду рассказывать новости по поводу... Я думаю, что сейчас вот мы чуть-чуть подраскрутим, так сказать, ваши картинки. Я покажу одним, вторым, третьим, пятым. Мне в свое время тут был один деловар, как я его называю. Когда он увидел мои работы, я еще тогда занималась вот подлаковой. Росписью был у меня период. Ну, для заработка, в принципе, у меня был. Вот. Как он вцепился? Что ты продаешь за копейки? Все это дело. Давай я тебя выведу на супер-пупер уровень, что ты будешь бешеные деньги получать. Чего же не вывел? Но. У меня таких было по жизни, как говорится, всякие. Я очень своеобразный человек. Но дело в том, что он за свою услугу запросил столько, что я сказал, знаешь, дорогой, я лучше с голоду подохну. Именно мои слова. Я лучше с голоду подохну, но с тобой связываться не буду. Не, финансовые вопросы, это такое дело. Если что-то будет получаться... Мне не нужны эти миллионы. Он тогда еще прямо психанул, как шваркнул дверью, ну и раскрашивая своих матрешек. А он как раз, я тут серию матрешек делала, причем тоже у меня именные матрешки. Моя стилистика, мои рисунки, все. Просто брала это самое... Ну, я понял. Заготовки. Заготовки. Я вот для этого самого, для храмового комплекса много делала, тоже росписи, яйца. Угу. Большие деревянные. Вот как раз этот отец Богданов, там депутаты, так сказать. Угу. Эти яйца были там на вес золота. Кстати, может быть, мы подумаем по этому поводу. Мне, например, было бы интересно, я бы тоже заготовок купил. Может быть, разукрасили бы яйца, ну там, к Паске, например, знаете? Вот у меня даже были, может, видели, когда по телевизору, или знаете, вот это вот шоу «Довгоносаки». Знаю, помню, да. Ну, это же... Я же их всех знаю, я же со всеми общалась. Ополев там был, этот генеральный продюсер. И я как-то сделала матрешки, по-моему, я уже не помню, ли яйца. А, нет, доски. Доски я сделала именные, портретные, с юморными сценками. Такие, ну, в общем, сценки из этих, ну, не «Довгоносаки», а другая, следом за ней была, у них программа. Просто он же был, этот самый Андреенко. У них это было, как оно еще называло, «Маски-шоу». Вот по «Маски-шоу» я сделала. Там и Ополев был, и Андреенко, и, в общем, там, я уже не помню. В общем, они были дико довольны. Не, ну, красивые работы, ну, я ж вижу, это ж уникальная работа. Ну, вообще, я в восторге просто. А это я повесила, как говорится, на моей нищенской кухне. Чего? У вас довольно мило, уютно. Изобилие. Все правильно. Не, хорошо, красиво. Тут очень сложно, я тут изгалялась. Тут каких только красок нету. Да я вижу, вижу, на самом деле, очень, ну, достойная работа. Очень достойная. Ну, в общем, я говорю, видите, я могу буквально там ювелирную работу. Так, ну, мы тогда будем с вами поддерживать связь. По поводу, если какие-то у меня изменения, там, какие-то новости будут раньше, чем мы свяжемся, я обязательно наберу. Телефон я ваш сохраняю, он будет у меня. Видео Владимировна. Я у меня в блокноте записан. Я не знаю, что у меня вообще на имена ступор. Вы знаете, у меня, у меня тоже плохая память на имена. Но если я два раза переспрошу, то все, я уже потом запоминаю. Вы же по телефону сказали, я буквально через пять минут думаю, блин, как же его зовут. Это нормально, так что я сам так хочу. Так, в общем, вы видите, любая техника, вот это тоже с натуры. Однозначно. Я буду к вам обращаться по каким-то вопросам, если у меня будет что-то интересное попадаться в плане, надо будет привести в порядок, то я буду к вам. Маслом я не работаю. Все, вопросы внимаю. Я просто буду... Хотя маслом в тысячу раз проще. Да, вы что, масло, оно же не меняет цвет, что на палитре, то и на картине. У меня очень сложная техника. Более того, бывает такая грунтовка, получится, что меняется цвет. Цвет на глаза. Колоссально. Вот у меня вот это вот сойки, это я в лесу увидела. Как, где, где, где? Вот, большая. Вот она. Вот она темная. Ага, вот это классно. Вот это я любила одна в лес ездить. Вот это вот, по-моему, в Мотовиловке. Иду, вот это уже поздняя осень, продираюсь через кусты, и вдруг я буквально замерла. А там вот дубы растут вообще в этих лесах. И стая соек. Вот так вот, типа поляны, и вот стая соек. И вот это, как я назвала про себя ее, свадьба соек. Класс. И я стою совершенно обалдевшую. Во-первых, сойки сами по себе изумительно красивые птицы. И они же не маленькие. Ну да, да. А это ваш автограф, да, такой личный? Да, да, вот у меня все работы подписаны так. Это ЛЛВ, да? Да. Литвиненко Лидия Владимировна. Угу, да. Но вот интересно, что сколько я ее не пыталась ярче сделать, вот, очевидно, все-таки осень, вот как она... Вот это как и должна быть. Как она изначально засела, я хотела соек ярче сделать. Нет. Как по мне, все идеально. Высыхает, и все равно оно вот, вот, так вот атмосфера. Хотя я помню, день был, нет, день был не солнечный, но такой ясный осенний день был. Но вот осень, хоть ты тресни, вот, хоть тресни, вот. Я ее, наверное, ну раз, ну больше пяти раз я ее пыталась, как говорится, оживить. Нифига. Не, отлично, отлично. Вот. Я прям в восторге. Вот это вот вдруг получается, что я сама даже не думала, что у меня так получится. Смотришь, при каком-то освещении, при каком-то настроении, я вдруг смотрю, там какой-то лес вылез. Видите, вот у меня все работы подписаны. Иногда я по композиции в правом углу пишу. Ну, как-то так оно. А так у меня вот левый угол. Не, очень красно, мне очень нравится. Так, Лидия Владимировна, я побегу, потому что уже опаздываю. Да, 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 да. Сейчас спущу это, сейчас Коля вернется. Так, вы дверь мне открывайте, чтобы я... Так. Я говорю, или как на зло сдох. Да, ничего страшного, как-нибудь разберемся без лифта. Кошмарно. Так, вы тогда, Коля, здесь возле перегородки подождете, чтобы... А я не буду лифт, я не буду тут дверь закрывать. Ага, все, 272-я, да, у вас? Да, да. Так, все, Лидия Владимировна, мы на связи. В общем, да. Телефон мой сохраняйте, будем дружить с семьями, так сказать. Мало ли что. Да, я с удовольствием. Вы знаете, мне в моей работе... Мало ли заказа какие-то. Ну, в общем, как-то будем потихоньку... Будем потихоньку налаживать. Да, давай. Все, сейчас поле поднимется, пылесос заберет. Все, понял. Есть довольно интересная покупка. К сожалению, снять процесс не получилось. Но покажу вам результат, так сказать, этой покупки. Но для начала хочу попросить вас обязательно поставить лайк. Подписаться на канал. И не забывайте оставить свои впечатления от данной покупочки. Вообще, ваше мнение мне очень интересно по данной покупке. Если кто-то в этом компетентен, я был бы очень признателен за консультацию. Потому что мне такие вещи попались впервые. Я никогда с этим не сталкивался. И мне кажется, это может быть интересно. Попался, в общем, мне один альбом. Вот такой вот альбомчик. Вот такой. Но чем он интересен, этот альбом? Это тем, что он с вот такими вот фотокарточками. Я так понимаю, это певцы, там, артисты, какие-то, да? Бетти Журкович. Певица. В 1934 году рождена была. Хорватия. По-моему, я там что-то в интернете прочитал. В общем, здесь есть вот такие фотокарточки с личными автографами. Этих... Ну, то есть, непосредственно, кто изображен на карточке. Это ихний автограф. И таких тут довольно много. А вот тут ансамбль вот такой-то. Здесь вот несколько. Раз, два, три, четыре, пять. Или раз... Ага, вот какая-то. А, раз, два, три, четыре, пять. Да, пять вроде. А, вон еще карандашом что-то шестое. Так, потом Николаю красотой дорогому. Витя от Коли. Киев, 66-й год. Потом Виктору от Маляка, что-то такое. Дорогому Виктору Курт, 68-й год. В общем, вы поняли, да? Вот такие вот тут Катарина Бовари. Здесь какая-то группа. Тут этот... Ну, в общем, этот человек непосредственно сам собирал эти автографы. Я так не понял, где. Или Дворец Украина, когда выступления этих артистов были. Или где. Ну, как-то, ну... Как-то он их собирал. Он, я знаю, большой фанат Динамо Киев. Где-то там они, в общем, в этой движухе там он часто был. Поэтому Зафир, Хадзиманов. Ну, в общем, тут, наверное, десятка-два разных исполнителей. Вот, Сенко Велитан Лик. Тоже с автографом. Этого я даже не знаю, кто это. Ну, тоже есть автограф. Некоторые есть карточки без автографов. Такое впечатление, что они подготовлены уже, знаете. Киев 66-й. В общем, вот такой вот альбом. И там, ну, их там в общей сложности... Их в общей сложности там пару десятков этих фотографий, фотокарточек с автографами. Поэтому, если кто-то что-то знает в этом направлении, кто есть, собирает автографы, да, я думаю, что данный альбом может быть кому-то интересен. Ну, я, во всяком случае, на это очень рассчитываю. Поэтому обратная связь была бы для меня важна, если бы кто-то из вас мог мне что-то подсказать отдельно. А может, кто-то заинтересован в таких покупках. Поэтому я могу выслать там более детальные фотографии. Напишите, кто что знает в этом направлении, я был бы вам очень-очень признателен. Ну, а так, в принципе, у нас сегодняшний день подошел к концу. Мы сейчас едем на загрузку. Сегодня пятница у нас. Мы едем на загрузку товара. И я думаю, что завтра будет хорошая, удачная барахолка. Ну, а там посмотрим, как оно что будет в дальнейшем. Все, ребятки. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Ну, а мы продолжаем работать, продолжаем снимать. Продолжаем показывать весь свой рабочий процесс. Всем желаю удачи. Мира, счастья в вашем доме. Всех люблю, целую. И очень сильно ценю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок